Супинатор, как и каждое звено на нашей руке, вещь упрямая. Порой его тренировка занимает, как правило, 30-40% у некоторых, которые этот супинатор, как говорится, отстает. Я показывал упражнения на супинатор с помощью гантелей. Гантеля с большим отращением внизу, а с маленьким вверху. Это упражнение одновременно, естественно, нам прорабатывает супинатор и удерживает нашу руку в бицепсе. Но если супинатор значительно отстает, нужно применить специалистические упражнения, упражнения только на супинатор. Сделать так называемую подводку, увеличить силу в супинаторе, а потом, естественно, делать уже такие комплексные упражнения, упражнения, которые не только укрепляют супинатор, ну и, скажем, бицепс, как было в последнем моем фильме. Итак, что я делаю? Очень нехитрое сооружение. Пояс для дзюдо. Нашу русскую гию. С той разницей, что это выполняю на столе. То есть на столешнице. Беру это отягощение вот таким образом. Ложу свой локоть на наружную часть локтя на стол и загибаю только самим супинатором. При этом у меня не работает, отключается грудь, отключаются плечи. Не работает у меня бицепс, а работает только обращающее движение. Дело выполняет только обращающее движение кисти внутрь. То есть супинирующее движение. Когда на столе могу это сделать, упражнение, скажем, с несколько большим отягощением, так как подключаю и спину, и бицепс, и грудь, то изолированное упражнение нам показывает всю суть, какой у нас слабый супинатор. Маленькая тонкость. Не заворачиваю ремень вот таким образом. Беру просто кисть, а пальцы укладываю прямо на ремень, на пояс. Если же нам все-таки нужно будет до супинатора подключить связку, то из этого положения выполняем супинирующееся движение на наше предплечье и подключаем связку. Вот таким образом. Немножко приподнимаем супинатором на нашу связку. Иногда это упражнение болезненно, потому что связки болят. Нету никакой помощи других партий мышц, не работает грудь. Но, тем не менее, упражнение очень нужное. Если вы выполняете это упражнение, скажем, с 24-х килограммовой или 32-х килограммовой гирей, то можно сказать, что ваше супинирующее движение в первоначальной фазе хорошее. Тем не менее, нужно стараться, особенно для крюковиков, доводить до того, чтобы это упражнение было, конечно, гораздо-гораздо сильнее. Для примера, есть такой российский спортсмен Коля Григорьев. Например, он по канате без помощи ног вывозил вот таким образом. То есть, не вот так, а именно обратным хватом. И тот, кто помнит, как Коля Григорьев боролся на чемпионатах России, мира и Европы, то коронное движение именно супинатор. Я бы сказал, что королем этого движения был Николай Григорьев Санкт-Петербург.